Всем привет друзья! Каждый водитель естественно переживает за свой автомобиль, особенно за правильную работу двигателя. От исправности датчиков зависит насколько ровно и стабильно будет работать двигатель. Сегодня я расскажу о признаках, которые помогут вам выявить неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости. Имеется в виду датчик температуры, который передает показания на ЭБУ. Если этот датчик выйдет из строя, вы сразу заметите проблему в работе двигателя. Давайте разберемся на что следует обратить сразу внимание. Конечно на разных автомобилях и двигателях датчики могут отличаться по внешнему виду, по цвету, по конструкции, но в основном функции у них одни и те же. И причины неисправности тоже. Бывают и четырехконтактные датчики температуры, как бы два в одном. Два контакта отвечают за передачу данных на ЭБУ, а два контакта передают информацию на панель приборов. На моем двигателе датчик выглядит вот так, синего цвета, двухконтактный. Датчик температуры охлаждающей жидкости ДОЖ это небольшой, но очень важный элемент в системе управления двигателем. Его основная задача измерять температуру охлаждающей жидкости и передавать эти данные в электронный блок управления в ЭБУ. Измерять конечно это все условно, на самом деле меняется его сопротивление, но об этом позже. Так вот, на основе этих показаний ЭБУ регулирует работу двигателя, обеспечивая оптимальные условия его работы. На некоторых автомобилях датчик температуры управляет включением и отключением вентилятора и даже опережением зажигания. Датчик температуры охлаждающей жидкости работает на основе терморезистора, который меняет свое сопротивление в зависимости от температуры. Обычно выглядит как таблетка. Как-то я разбирал датчик и показывал. Вот так все это выглядит примерно. Чем выше температура охлаждающей жидкости, тем ниже сопротивление датчика и наоборот. При изменении сопротивления изменяется напряжение в схеме ЭБУ. ЭБУ учитывает эти изменения и корректирует параметры работы двигателя, такие как впрыск топлива, это богатая бедная смесь. Зависит от температуры двигателя. Регулирует обороты холостого хода. Обычно если двигатель холодный, то появляются повышенные холостые обороты. Из датчик температуры на ЭБУ подается минус масса. Чем меньше сопротивление на датчике температуры, тем больше плюс, который находится в схеме ЭБУ, проседает на массу. Значит происходит падение напряжения, вот на это падение напряжения и реагирует ЭБУ. То же самое происходит и с датчиком входящего воздуха. Когда идет теплый воздух, сопротивление уменьшается и напряжение тоже уменьшается. При изменении сопротивления, естественно, изменяется и напряжение в схеме ЭБУ. ЭБУ учитывает эти изменения и корректирует параметры работы двигателя, такие как впрыск топлива, это более богатая или более бедная топливная смесь. Тут зависит от температуры двигателя. Далее обороты холостого хода. Обычно если двигатель холодный, то появляются повышенные холостые обороты при прогреве двигателя. У меня вентилятор охлаждения срабатывает от датчика включения вентилятора термореле, но на некоторых автомобилях датчик температуры отвечает за включение вентилятора радиатора охлаждения. ЭБУ ориентируется на показания датчика и подает питание на реле. Реле включает вентилятор. Основные признаки неисправности датчика температуры. Если датчик температуры охлаждающей жидкости выходит из строя или начинает передавать некорректные данные, это может привести к ряду проблем. Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу. ЭБУ получает неверные данные о температуре, что приводит к неправильному смесеобразованию. Двигатель может роить, ну или вообще заглохнуть. Далее, потеря мощности двигателя. Повышенный расход топлива. Если датчик, условно говоря, врет и показывает низкую температуру, ЭБУ будет корректировать более богатую топливную смесь, что увеличивает расход топлива. Если у вас автомобиль, у которого датчик температуры управляет дополнительно включением вентилятора радиатора, то при его неисправности вентилятор может или поздно включиться, или совсем не включиться, что может привести к перегреву двигателя. Проблемы с запуском двигателя. Если датчик неисправен, ЭБУ может неправильно регулировать подачу топлива, и это затрудняет запуск. Также ЭБУ может зафиксировать неисправность в работе датчика и выдать сигнал ошибки на приборной панели. Если вы заметили признаки неисправности, датчик легко можно проверить с помощью мультиметра. Измерив его сопротивление при разных температурах, есть таблицы в интернет, таблицы зависимости сопротивления от температуры. Характеристики датчиков на разных автомобилях могут отличаться, это нужно учитывать. Также можно считать ошибки при помощи диагностического сканера. Итак, друзья, какой итог можно подвести? Датчик температуры охлаждающей жидкости играет важную, ключевую роль в работе двигателя. От его работы напрямую зависит расход топлива, правильная работа двигателя, его неисправность может привести к серьезным проблемам, поэтому важно следить за его состоянием и вовремя принимать меры. Ставьте лайк, если видео было полезным. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok